Вы наверняка помните историю Нины Царетиловой из Дагестана. Марфа Смирнова, моя коллега, сняла ее, когда готовила материал о патриархальных устоях кавказских семей. Бывший муж пытался забрать у нее детей на том лишь основании, что ему не нравился цвет волос и пирсинг. В марте Махачкалинский суд решил оставить детей у мужчины. Однако накануне Верховный суд принял решение вернуть детей Нине. И вот новый поворот. Старший сын Нины, 15-летний Мухтар, пропал сегодня в Петербурге. Днем Нина рассказала о пропаже сына в своих социальных сетях и обратилась в ФСБ с заявлением об хищении. Сейчас Царетилова боится, что ребенок мог быть вывезен радикально из исламской организации за пределы России и просит своих подписчиков помочь в поисках. С нами на связи адвокат Нина Царетилова, Екатерина Нерозникова. Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте, моя фамилия Нина Нерозникова Алярикова. Извините, пожалуйста, ошибка. Екатерина, скажите, пожалуйста, в каком сейчас положении находится Нина? Что она сейчас предпринимает? И вообще ответили ли ей в правоохранительных органах? Нина обратилась в правоохранительные органы, подала заявление. Заявление принято, получен талон. Так, а какой-то комментарий был или это просто пока приняли заявление и молчание? Честно говоря, пока я не могу предоставить об этом какую-то информацию. Нина сейчас находится в Махачкале и там ей подано заявление, либо где-то в тех краях. Ее доверенные лица, которые оставались ее сыном в Санкт-Петербурге, также подали заявление, но также принято. Это касающиеся исчезновения и возможного похищения несовершеннолетнего. С чем связывает Нина это похищение? Есть ли какие-то версии? Кто за этим может стоять? Сложно предположить. Скорее всего, это было сделано некими третьими лицами, потому что мы на 99% уверены, что в Санкт-Петербурге бывший муж и отец детей Магомед не находился в эти дни абсолютно точно. Вчера у нас состоялось судебное заседание, на которое Церетилов Магомед не явился, не предоставил информации об уважительности причины своего отсутствия, однако по телефону сообщил о том, что он заболел. Скорее всего, он действительно находится где-то в Дагестане и лично в Питер не выезжал. То есть, если ребенок исчез при помощи неких лиц, то это не отец, не родственники, а какие-то неустановленные третьи лица. Вот это вот та самая радикальная исламская организация, да, о которой идет речь? Вы знаете, это только предположение. Безусловно, никто не может сейчас утверждать точно, однако хочется, чтобы все закончилось наилучшим образом, но нельзя отрицать даже самые какие-то худшие версии. Магомед действительно во время подготовки к судебным заседаниям различным он пытался снискать поддержку самых разных социальных групп, и в первую очередь это людей, которые достаточно однозначно относятся к религии ислама, считают всех людей, имеющих несколько иное мнение, вероотступниками, шайтанами и врагами. Поэтому не исключено, что именно вот к помощи подобных лиц он мог бы обратиться. Что происходит с другими детьми сейчас, где они находятся? Другие дети с 14 декабря 2020 года находятся с отцом, либо с его родственниками, либо с какими-то иными людьми, как бы связанными с отцом, может быть, с одной из его двух жен, может быть, еще с кем-либо. Дело в том, что с ним они точно, если и находились, то недолго. Сейчас, согласно протоколам его допроса по уголовному делу по статье 157 Уголовного кодекса РФ, дети находятся у его родственников. В отношении передачи детей к матери заведено исполнительное производство. Но они не переданы. Они, да, не переданы. А Мухтар, как вот 15-летний оказался? Ну, Мухтар оказался в результате очень таких длительных и энергичных действий матери, направленных на то, чтобы его забрать. И он хотел жить с матерью? Знаете, я скажу честно. Сейчас очень сложно понять, чего хочет каждый из этих детей, потому что они очень сильно психологически травмированы этой ситуацией. И я считаю, что ни один из них сейчас не понимает, чего он на самом деле хочет. Но я могу сказать одно. Проживая с матерью, он получал всю необходимую заботу вот в эти полтора месяца, пока он находился исключительно с ней. И, ну, в любом случае, она делала всё, что могла, всё, что от неё зависело для его психологического комфорта. То есть она проводила с ним время, она заботилась об организации его досуга. Она организовала ему сессии с психологом, чтобы как-то помочь ему прийти в состояние баланса, как-то немножко поправить своё психологическое состояние после вот этого полугода стресса. Но, видимо, пока ещё предстоит очень много работы. Да пока вы будете ждать здесь ответа от правоохранительных органов, правильно я понимаю? Ну, вы знаете, а что сейчас может оставаться? Ну, понятно. Да, его можно поискать, но должны обязательно сейчас предпринимать срочные меры, потому что любого пропавшего человека легче всего найти в самые первые часы после того, как произошёл данный инцидент. С бывшим мужем как-то будете пытаться выйти на контакт? Насколько мне известно, можно так сказать, из социальных сетей, из каких-то третьих рук, что Магомед утверждает, что он пока ничего не знает об этой истории, и что по его версии, если ребёнок и пропал, то он сбежал по собственной инициативе, что он никак к этому не причастен. Понятно. Будем следить за развитием событий. Спасибо большое, Екатерина. Я бы хотела ещё дополнить, что я полагаю, что эта ситуация связана именно с тем, что вчера нами был выигран суд, судебный процесс по ограничению Теретилова Магомеда в родительских правах. То есть это вы рассмотрите как возможную месть? Не то чтобы месть. Это не в первый раз так происходит, что именно после судов он как будто бы просыпается и начинает совершать какие-то достаточно брутальные действия, и именно направленные на физическое разлучение детей с матерью. Или в прошлый раз, в марте, когда мы выиграли суд, он заставлял детей говорить всякие нелицеприятные вещи про мать. Хотя до этого в течение полугода никакой активности с их стороны не было. Они проживали с отцом, но никак там про мать ничего не говорили. А тогда вот после того, как было получено нами положительное решение, начались вот такие неприятные действия, ну явно как бы организованные Магомедом, где дети говорили, что мать там за ними якобы плохо следила и так далее. И именно по этой причине они хотят жить с отцом. Хотя, как потом выяснилось, именно с отцом, вот с отцом, они постоянно не проживали. У него просто-напросто отсутствуют условия, чтобы постоянно жить со своими детьми, которых у него от разных врагов семь. Спасибо большое, Екатерина. Екатерина Ляликова, адвокат Нины Церетиловой была с нами на связи. Обсуждали этот громкий кейс. И будем, конечно же, следить за развитием ситуации. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru Слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.